Современный мир с населяющими его обитателями является для человека настолько привычным, что события вековой давности воспринимаются как красивая фантастическая история. Однако найденные учеными доказательства заставляют поверить, что доисторические хищники действительно существовали. Всем привет, вы на канале Жук-паук, и сейчас вы увидите опасных доисторических хищников. Страшный хищник, короткомордый медведь. Миллионы лет назад нынешние места с выстроенными домами, автотрассами, парками, развлечений были пустынные и ходили по ним не люди, а огромные доисторические хищники, одним из которых был короткомордый медведь гигантских размеров. Его высота при стойке на двух лапах достигала 4 метра, а вес – около 500 килограммов. Внешнее сходство с современными собратьями существовало, но в отличие от них, великан легко мог развивать при беге скорость лошади около 50 километров в час. Как и все доисторические хищники, медведь обладал невероятной силой и мог уничтожить одним ударом практически любое животное. Имея мощные челюсти, этот монстр был способен перекусить даже самые крепкие кости. При анализе найденных останков древнего гиганта было установлено, что питался он всем, что двигалось – лошадями, бизонами и даже мамонтами. Последние представители короткомордых медведей, по мнению учёных, вымерли около 20 тысяч лет назад. И, вероятнее всего, произошло это по причине их неспособности адаптироваться к сильным изменениям окружающей среды. Саблезубый тигр Также не дожили до наших дней такие доисторические хищники, как саблезубые тигры, мощным оружием которых были гигантские 20-сантиметровые клыки, грозно торчавшие наружу даже при закрытой пасте. Они были схожи с кинжалообразными лезвиями и напоминали сабли, откуда и пошло название хищника – саблезубый. В сочетании с огромной силой и молниеносной реакцией, эти звери, обитавшие около 20 миллионов лет назад на территории Евразии, Северной Америки, Африки, повергали в ужас своих потенциальных жертв. Мощное туловище, короткие массивные ноги, устрашающие клыки, внешность которой лучше лицезреть на картинках. Богатейший источник окаменелости этих животных находится в самом сердце Лос-Анджелеса. Именно здесь в доисторические времена располагались маляные озера, смертоносные ловушки, погубившие тысячи животных. Сверху покрытой листвой, прилипавшей к их поверхности, они вводили в заблуждение неосторожных травоядных и хищников, поглощая их в липкую трясину. Собака-медведь. Собака-медведи или амфициониды – активные хищники, которые были широко распространены в Турции и Европе от 17 до 9 миллионов лет назад. Своё название эти доисторические хищники получили за смешанные черты медведя и собаки во внешнем облике. Поэтому учёные долго колебались, к какой группе отнести странных животных. В итоге их выделили в совершенно отдельное семейство. Собака-медведь был коренастым животным с короткими ногами, длинным туловищем – около 3,5 метра, огромной головой, длина черепа составляла 83 сантиметра, полутораметровым хвостом и весом около одной тонны. Ориентировочная высота их составляла примерно 1 метр 80 сантиметров. Существует мнение, что собака-медведь вёл полуводный образ жизни и мог обитать на морских побережьях. Череп хищника отдалённо был схож с черепом крокодила, а мощные челюсти могли раскусывать кости и панцирь черепахи. Рацион его был разнообразным, начиная с мелкой живности и заканчивая крупными особями. Собака-медведь, конечно же, являлся охотником, но чаще всего его устраивала роль падальщика. Он спокойно мог трапезничать раненой, но ещё живой жертвой. Дейнозух – самый большой крокодил планеты. Около 60 миллионов лет назад на планете обитал Дейнозух – с греческого «ужасный крокодил», длина которого составляла около 12 метров, высота – полтора метра, а вес – примерно 10 тонн. Обтекаемая форма тела обеспечивала ему высокую скорость передвижения в воде и отличную манёвренность. На суше Дейнозух становился неповоротливым и по земной поверхности передвигался рывками на изогнутых толстых ногах. Имея огромную голову – около полтора метра, массивные широкие челюсти, большие зубы, созданные для дробления, покрытые бронированными костными пластинами спину и толстый хвост, он питался морскими черепахами, рыбами и большими динозаврами. Орёл хааста – крылатый монстр. Доисторические птицы-хищники также характеризовались впечатляющими размерами. К примеру, орёл хааста, обитавший в Новой Зеландии, весил 16 килограммов. Размах его крыльев составлял 3 метра. Этот хищник был способен развивать скорость 60-80 км в час, что позволяло ему успешно охотиться на нелетающих птиц муа, весивших в 10 раз больше, неспособных защититься от внезапной мощной ударной силы. Хищник был способен хватать и удерживать добычу в полёте, причём последняя могла на порядок превосходить его в размерах. По легендам жителей Новой Зеландии, эти монстры с красным гребнем на голове похищали даже маленьких детей и убивали людей. Гнёзда крылатых доисторических хищников были найдены на высоте 2 км над землёй. Вымирание орлов вызвало разрушение природной среды обитания и исчезновение птиц муа, ставших предметом охоты поселенцев Новой Зеландии. Наземная доисторическая птица фараракас Из нелетающих крылатых доисторического периода интерес учёных вызывает так называемая птица-террорист фараракас, являвшаяся самым крупным хищником Южной Америки и жившая более 23 миллионов лет назад. Её рост варьировался от 1 до 3 метров, а излюбленной пищей были мелкие млекопитающие, а также лошади. Добычу хищник убивал двумя способами – поднимал воздух и ударял об землю, либо наносил точные удары массивным клювом по важным и уязвимым частям тела. Клюв и массивный череп трёхметрового гиганта весом около 300 кг выделяли его на фоне остальных крылатых существ. Мощные ноги позволяли ему развивать при беге значительную скорость, а загнутый 46-сантиметровый клюв идеально подходил для раздирания на части добытого мяса. В одно мгновение хищник заглатывал пойманную жертву. И, наконец, многими обожаемый, знаменитый мегалодон. Это огромная акула. Миллионы лет назад в водной стихии также существовали огромные доисторические хищники. Мегалодон – большой зуб. Гигантская акула, имеющая пять рядов огромных 20-сантиметровых зубов в количестве около 300 штук. Общая длина этого чудовища составляла около 20 метров, а вес – предположительно 45 тонн. Современные акулы питаются тюленями, а мегалодон охотился на китов. На протяжении многих лет найденные в скальных породах зубы этой гигантской акулы ошибочно принимались за останки дракона. По предположениям ученых, это животное вымерло в связи с океаническим переохлаждением, падением уровня моря и истощением источников пропитания. Одним из крупнейших хищников многовековой давности был мозазавр. Его длина составляла более 15 метров, а голова была схожа с крокодилий. Сотни острых, как бритва, зубов убивали даже самых защищенных противников. Ребят, давайте поиграем в такую игру. Напишите в комментариях, чем похожи зебра и тигр. Ну, например, у них у обоих есть полоски на теле. Оставляйте свои ответы, а самые интересные и оригинальные попадут в следующее видео. Благодарю за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Также не забудьте подписаться на канал ЖукПау. Скоро выйдет видео о самых больших динозаврах. Не пропустите!